Перед тем, как начать торговлю на Форексе, важно понимать, как работает ценообразование. Валюты всегда котируются парами. Причина в том, что вы торгуете одной валютой против другой. Каждая валюта обозначается тремя буквами. Валюта слева является базовой валютой, в то время как валюта справа является счетчиком или валютой котировки. Когда вы посмотрите на котировку валюты, вы увидите две цены слева. Есть цена продажи или цена предложения, а справа – цена покупки или цена продажи, котировки цены покупки. Количество единиц контрвалюты справа, эквивалентное одной единице базовой валюты слева. Таким образом, за 1 евро можно купить 1,2956 доллара США. И они указаны в пипсах, потому что цены на рынке Форекс меняются такими крошечными шагами. Четвертый десятичный знак цены, равный 1,00000 пип, является наименьшим изменением цены за данный период. Таким образом, либо прибыль, либо убыток будут представлены увеличением или уменьшением количества пипсов во время торговли. Верхний индекс в конце каждой цены – это дробный пип, который составляет 1,1 от пип. Это дает вам еще более подробные данные о ценах и движениях цен. Так важно выяснить, как рассчитать стоимость пип. Пип помогает вам установить, сколько прибыли или убытка вы можете получить в сделке. Стоимость пип всегда определяется встречной валютой. Это означает, что при обмене 10,000 евро на доллары США каждый пип стоит 1 доллар США. Формула умножает 10,000 долларов США на 0,001. Поскольку 1,001 – это пип для всех пар, кроме пар с японскими иенами. Таким образом, за каждый пип движения цены вы заработаете или потеряете 1 доллар. Чтобы упростить вашу торговлю, наша платформа автоматически рассчитывает для вас значение пип. Итак, пип. Теперь рассмотрим спред в торговле на валютном рынке. Разница между ценой покупки и продажи называется спредом. Цена, которую вы платите за совершение сделки – это спред. В этом примере сделки по обмену евро на доллары США вы увидите, что цена слева – это цена, которую вы получите. Если бы вы продавали евро за доллары США, цена справа – что вы могли бы получить, если бы вы покупали, спред был бы 0,17 тысячных, или, поскольку мы измеряем 4 котировки X в пипсах, он был бы 1,7 пипс. Спред во многом зависит от ликвидности рынка и спроса и предложения. В реальной торговой ситуации, если вы решили, что евро будет укрепляться по отношению к доллару США, вы купили бы по цене 1,29565. Допустим, вы хотели торговать мини-лотом в 10 тысяч единиц. Это означает, что вы покупаете 10 тысяч евро. Если вы правильно прогнозируете, евро вырастет по отношению к доллару, который вы можете продать. Когда он достигает 1,30 тысяч, и вы получаете 43 пункта, 50 долларов США или 43,5 пункта. Но не забудьте, если вы сделаете неправильный прогноз, и евро упадет по отношению к доллару, вы потеряете деньги. Вы узнаете о более мощных торговых стратегиях Форекс и найдете больше информации о том, как понимать пипсы и спреды на genmarkets.com. Мы на каждой платформе, которая подходит для вашего устройства. Ноутбук, ПК и мобильное устройство. Где и когда вам угодно. Будьте в курсе!